А вот Иону Чабану представить доклад о первых 100 днях на посту столичного примара удалось. Он отметил, что трудится с командой профессионалов и подчеркнул, что в мэрии нет места политики. И в дальнейшем ее работа будет направлена только на благо жителей муниципия. В числе приоритетов – поддержание порядка в столице, ремонт парков, скверов, разбитых тротуаров и, конечно, решение проблемы очистной станции. Как и обещал, став мэром, Ион Чабан сразу объявил войну коррумпированным чиновникам и предпринимателям, которые осознанно нарушают законы, дабы заработать лишнюю копейку. Так, с ноября 2019-го во всех пяти секторах столицы были эвакуированы 274 киоска, в том числе 12 мобильных. Снято около 600 рекламных счетов, убрано 29 гаражей, 99 заборов, главным образом незаконно установленных в районе стройплощадок. Ион Чабан требует, чтобы в городе застройщики соблюдали закон, но при этом подчеркивает, что не намерен мешать бизнесу развиваться. В первые сто дней пребывания в должности, мэр также взял под контроль катастрофическую ситуацию на очистных сооружениях, чего не удалось его предшественникам. До 1 марта будет обнародован план действий по устранению неприятного запаха. А для этого ответственные лица водоканала ежедневно находятся на территории очистных. Ам трансферат интреага conducere и менеджмент-у на шантиер, для того, чтобы принять визуру процессу работы и прогресать в эффектуаре лукарилори для строительства стації нового, который продолжается в финансирование еще в луна июнии. Тем временем в городе началась обширная кампания по уборке, в которой задействованы как ответственные управления, так и предприниматели. Иоанн Чебан заявил, что фирм, которые не подчиняются и не обустраивают прилигающие территории, ждут более суровые наказания. Мы взяли очень много времени, потому что сотни тонн гуны эвакуации в эти месяцы и этот процесс продолжается в каждый день. И я хочу сказать, что все, кто стоят в заднем, и те, кто может быть, что работают в рамках, которые очень-оченькие, потому что они готовы на очень время, чтобы город был более крат. И в этой же сфере, я делаю и апел, раз в плюс, на жителей, в городе 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 в городе. Мэрия взялась и за обветшалые подземные переходы. Они будут отремонтированы, но постепенно. Кардоначальник также напомнил о беззаконии предпринимателей ведущих бизнес в подземках. В 1 январе 2020, датурили для муниципалитета, али агенциям экономики, которые арендаются в городе коммерциале, у них были в сумме 16,5 млн. рублей. Иоанн Чебан отметил, что несмотря на все трудности, был продлен контракт с властями Ценцерен на эвакуацию отходов, был открыт новый приют для дворняк, на 200 улицах проведен ремонт, в том числе тротуаров, и работа продолжится весной. Инвестиции предстоят и в общественный транспорт. Довольно амбициозным в этом плане остается и проект создания специальных полос для общественного транспорта на главных артериях города. Мэр обещает, что в столице в скором будущем появятся многоуровневые стоянки для автомобилей. Только в центре запланировано обустроить 10 тысяч парковочных мест. В ближайшие годы Иоанн Чебан со своей командой намерены внедрить электронный билет для проезда в общественном транспорте, разработать новый градостроительный план, а также концепцию городской мобильности и план реорганизации центрального рынка. Еще одна цель – создание совета доноров.